МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире наши новости. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Больше сотни сотрудников барнаульского пассажироперевозчика Агаз Транс сегодняшнего дня в вынужденном отпуске. Они оказались без работы. На три маршрута 33, 77 и 121 зашла новая компания Транслайн. Ее право на осуществление перевозок прежний игрок рынка оспаривает в суде. А сегодня, в свой первый день без работы, сотрудники Агаз Транс провели пикет. Подробности у Анастасии Дороган. 50 автобусов, 120 работников Агаз Транса на работе, но работы нет. С сегодняшнего дня три барнаульских маршрута, 33, 77 и 121 обслуживает другая компания. Пока в отпуске. Буду на работу приходить, все равно машина моя будет стоять, ей позанимаюсь так, что от меня касается. Какие вообще настроения в коллективе? Ну, так скажем, надеемся на лучшее, но готовимся к лучшее. Агаз Транс работал на трех маршрутах 10 лет, но в ноябре проиграл конкурс из-за критериев, по словам юриста компании, не указанных в положении. Своё право они отстаивают в суде. А сейчас пикетируют, смотрят фото бывших пассажиров в шокированных грязи в салонах и считают автобусы конкурента. На протяжении уже минут 20 и ни одного 33-го автобуса я не видел. В мэрии за тремя маршрутами сегодня тоже пристально следят. Говорят, срывов не было, жалоб тоже. На маршрутах с утра 41 автобус нового перевозчика Транслайна. 22 марта он выиграл и внеочередной засудов конкурс. Агаз провалился за отсутствие газомоторной техники. То есть при наличии газомоторной техники дополнительно к оценке каждого транспортного средства присылаются определенные баллы. Интересно, что во время проведения прошлых конкурсов его отсутствие как будто было несущественным. По словам Агаза, во время осмотра у конкурента газомоторная техника была всего на двух бийских автобусах из 47. Плюс, заявляет Агаз, и их компании не проставили баллы за наличие безналичной оплаты. Что касается нового автоперевозчика Транслайна, то его руководство объяснило присутствие в Барнауле на осмотре автобусов из Бийска дружеской помощью. Владельца 55-го из Новокограда он позвал работать в краевую столицу. Маршрут стал нерентабельным, и поэтому ему пришлось просто закрыть маршрут, потому что машины были взяты в лизинг. Случайно ли, но закрыли маршрут за день до конкурса в Барнауле? Транслайну выдано временное из-за судебных разбирательств разрешение на перевозку. Заседание назначено на середину апреля, а до этого времени 120 сотрудников Агаз-Транса отправлены в отпуск. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. Наши новости. Кстати, бывает, что автоперевозчики самостоятельно отказываются выходить на маршруты. Причина разбитой дороги. К примеру, осенью прошлого года водители автобусов не желали ездить в один из районов Новоалтайска. Почему со снегом часто тает асфальт? Об этом сегодня журналистам рассказали проектировщики большинства трасс нашего региона. Грунт, щебень, асфальт и готово. Что, казалось бы, сложного, но в Алтай-индорпроекте говорят, строительство дорог не такое простое дело, как думает большинство. Проектирование дорог – это целый комплекс. Важнейших. Надо учесть и геологию, и гидрологию, и экологию. Организация существует с 70-х и все это время является одним из ключевых конструкторских бюро. Разрабатывают планы не для города, а в основном для края. Последний крупный проект – дороги на территории кластера Белокуриха-2. А сейчас, как говорят, в основном проекты с небольшим финансированием. Ремонт старых дорог. Многие значимые трассы построены еще по советским строительным нормам. Старые дороги были рассчитаны под 6 тонн, а сейчас 11,5 на федералке. Есть разница. А по международным, как мы вошли сейчас в этот международный, 13,5 тонн на ось. У нас мосты еще новые выдержат, а дороги, кроме федералок, они уже не потянут эту. В их работе многое зависит от земли, поэтому здесь своя лаборатория, где проверяют грунт на влажность и несущую способность. Исходя из этого, решают, какие ингредиенты пойдут на строительство, как здесь говорят, дорожной одежды. Кроме того, проектировщики ответили на главный вопрос. Действительно ли дороги в крае так плохи из-за сурового климата? Все те нормативные показатели, которые необходимо учесть, они учитываются. То есть мы их стороной не обходим, нас проверяют государственные органы экспертизы. И, в принципе, если дорога развалилась от холода, ну, наверное, это человеческий фактор при строительстве. Сами проектировщики уверяют, для того, чтобы дорога долго служила, один километр должен стоить около 200 миллионов рублей. А это получается не всегда. Андрей Дриер, Александр Антропов, Наши новости. К другим темам. На спад за последние пять лет количество людей, страдающих хроническим алкоголизмом, в регионе уменьшилось на 7 тысяч человек. Во многом считают специалисты благодаря федеральному закону, который ограничил продажу спиртного после 9 вечера. А также огромной профилактической работе и движению анонимных алкоголиков, где протягивают руку помощи каждому зависимому. Слово Валентине Аскеровой. Ну, когда только ввожу любую дозу алкоголя в свой организм, у меня возникает эффект тяги. Эту тягу я не могу преодолеть никакой силой воли. Я не могу контролировать употребление спиртного. Как только я начинаю его пить, я уже не могу остановиться. Они просят не показывать их лица. Все встречи проходят на условиях анонимности. В анонимную группу с символическим названием «Феникс» приходят люди, чьи жизни едва не оборвала пагубная страсть к спиртному. Они общаются, пьют чай, слушают друг друга и помогают не сорваться. Свою последнюю рюмку Татьяна выпила 10 лет назад. Употреблять начала, потому что было весело, признается женщина. Потом мнимое веселье вошло в привычку, которая едва не разрушила семью и не оборвала жизнь женщины. Люди думают, что алкоголь – это антидепрессант. На самом деле это очень сильный депрессант в обратную сторону. То есть после употребления все эти эмоции, боли, они накатывают просто с новой силой. Если бы я не встретила анонимных алкоголиков 10 лет назад, возможно, судьба бы моя была печальна, потому что на самом деле алкоголь он убивает. Сейчас Татьяна вновь обрела вкус к жизни, много путешествует, побывала уже в 10 странах и не собирается останавливаться. А еще помогает таким же, как она, зависимым, которых в крае, к слову, стало в разы меньше. За последние 5 лет количество больных алкоголизмом уменьшилось на 25%, а смертность от острых отравлений алкоголем почти на 30%. Хорошо работает профилактическая работа у нас, потому что информирование пациента, знакомство с проблемой и уже понимание того, что пить пиво каждый день – это опасно для здоровья, оно уже дает положительный результат. И вот мы видим это и в учетности. Сейчас в крае почти 28 тысяч алкозависимых. Правда, это лишь верхушка айсберга. Те, кто стоит на учете в наркодиспансере, говорят медики. На самом деле цифра гораздо более масштабная. Во многом потому, что большинство отказываются признавать свой недуг. А ведь первый шаг к излечению прост, считают врачи. Сесть за стол к своим единомышленникам, где тебя ждут и всегда готовы помочь. Многие думают, что 100 граммов за ужином ежедневно – это нормально и не вредит здоровью. Медики говорят, что стакан спиртного – это месячная норма. И выпивая ежедневно по чуть-чуть, мы рискуем в лучшем случае попасть в общество анонимных алкоголиков. В худшем за нас выпьют друзья на поминальном обеде. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. Эта болезнь тоже может оказаться причиной летального исхода. Чаще всего по статистике гибнут дети. На сегодняшний день в крае уже 8 лабораторно подтвержденных случаев заражения корью. Пока все больные – люди взрослые. Эпидемиологи говорят, что на данный момент делают все, чтобы не допустить массового распространения болезни. И единственный верный способ – вакцинация населения. Сейчас специалисты проводят работу с пациентами, сообщают о необходимости ставить прививку от кори. Кстати, если она уже была сделана, но с этого момента прошло больше 20 лет, нужно повторить процедуру, чтобы укрепить иммунитет. Но это не значит, что вакцина полностью защищает от заражения. Просто болезнь будет протекать без осложнений. К слову, корь на первых стадиях проявляется повышенной температурой, недомоганием. И только после на теле можно заметить характерную для этого заболевание сырь. Если сыпи нет, и человек, заболевший, не говорит о контакте с коревым больным, установить диагноз не технически, не теоретически невозможно вообще никак. Как распознать на ранних стадиях эпилепсию и какими возможностями для лечения располагает наш край? Об этом сегодня в необычный по цвету фиолетовый день – День больных с эпилепсией – врачи рассказали журналистам. Кстати, в нашем регионе от этого страшного недуга страдает больше 24 тысяч человек. Около трех тысяч из них – дети. Илья Кочетков с подробностями. Маша Татарникова из Бийска – улыбчивая, веселая девочка. Учится хорошо, правда, все, что связано с запоминанием, стихи, некоторые задачки пока дается с трудом. Ее мама рассказывает, еще три года назад все было гораздо хуже. А день, когда случился первый приступ эпилепсии, вспоминает как страшный сон. Для меня было очень страшно, потому что я считала, что у меня ребенок вообще просто умирает. У нас была потеря сознания, у нас было западение языка, у нас остановка дыхания была. Очень длинная реабилитация была после приступа. Ей стало заметно лучше, лишь когда за лечение взялись врачи Алтайского Грейвого центра охраны материнства и детства. Мать говорит, приступы постепенно прекратились. Теперь один раз в несколько месяцев девочка проходит диагностическое обследование на специальном оборудовании. Приборы фиксируют волны ее мозга во время сна. Вот так они выглядели вскоре после того, как Маша поступила в отделение. Здесь практически по всем областям мозга регистрируется эпилептиформная активность, которая в принципе не давала девочке ненормально спать, ненормально развиваться. И на первое место выходили жалобы даже не столько, как эпилептические припадки, которые беспокоили девочку и маму, сколько нарушения развития. Для сравнения, вот так она спит теперь. Даже внешне, понятно, графики выровнялись. Исследования, по словам врачей, позволяют определить оптимальную дозировку лекарств. А ведь именно они снимают страшные симптомы. Константин Смирнов, главврач Центра охраны материнства и детства, говорит, видов эпилепсии много. Часть из них вылечить, увы, невозможно. Но порой ребенку можно помочь, если вовремя распознать первые признаки болезни. Наряду с явными, судорожными, бывают и скрытые. Проявляются, условно говоря, как обычно в народе говорят, задумками. Он вроде бы задумался, ребенок, и отключился. А на самом деле у него в этот момент происходит отключение сознания. То есть и сложные биохимические процессы в мозге, когда проявляются вот эти судороги внутри. То есть на самом деле это, возможно, может быть и серьезные вещи, как эпилепсия. Врачи призывают родителей таких детей при первых подозрениях обращаться к врачу. В случае, если болезнь подтвердится, это поможет вовремя начать терапию и сделать дальнейшую жизнь ребенка полноценной. Кроме того, в начале года при Центре начала работу школа для родителей детей, страдающих эпилепсией. Их учат правильно заботиться о больных детях и, если случится припадок, своевременно и правильно оказать помощь. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. Этим детям помощь тоже требуется, правда, другого плана. Им нужна поддержка близких и тренеров. В Барнауле проходит первенство Сибири по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. У участников есть не только отличный шанс проявить себя на клетчатой доске, но и, возможно, заложить фундамент для будущей карьеры. За состязаниями наблюдал Александр Захаров. Эти юные шахматисты пока только учатся анализировать ситуацию и вырабатывать в уме беспрогрешные логические цепочки. И вполне возможно, сейчас мы показываем кого-то из будущих гроссмейстеров. Ну, а я сейчас выиграла. Шахматы, они просто хорошие. Хорошая игра. Я обожаю в шахматы играть, потому что они полезны и интересны. Я в школе начала ходить на шахматы и научилась детский мат ставить, просто мат. С какого времени отдать детей в шахматы – вопрос открытый. Уж слишком много нюансов. Можно сказать одно. Но шахматы создают прекрасный фундамент для дальнейшего развития ребенка. Во время игры малыш развивает логику и память, а также учится принимать самостоятельные решения. Так считают специалисты. Каждый ребенок – это индивидуальность, это раз. Во-вторых, просто не каждый ребенок выдерживает нагрузку. Бывает так, ребенок начинает очень рано, подает надежды, но в какой-то момент он перегорается. Ему надоедает шахматы, он может бросить в любой момент. Участие в таких турнирах – это возможность не только получить удовольствие от побед, но и заложить фундамент для дальнейшей карьеры. Если, конечно, родители и юный шахматист захотят выходить на профессиональный уровень. Подобные примеры есть и в Барнауле. Так наш земляк, восходящая звезда российских шахмат, без пяти минут гроссмейстер Алексей Сорокин получил приглашение переехать в США и учиться там в университете. Для алтайских шахмат это, безусловно, потеря. Но тренеры заверяют, что Алексей по-прежнему будет представлять Алтайский край и выступать за сборную России. Он вырос мастером спорта. Федерация очень много вкладывала в него средств. И отправляла на соревнования, договаривались с тренерскими семинарами, и на гросшколу направляла. Ребенок вырос. Сейчас у нас появился новый мастер спорта буквально вчера. Кардашевский Евгений выполнил звание мастера спорта в России. Алексей обещал приехать в Барнаул летом на традиционный турнир Гран-при Кубок губернатора Алтайского края. А юные призеры сегодняшних соревнований получат право участвовать уже в чемпионате России, который пройдет в Костроме. Александр Захаров, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» – вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. На большей территории края облачно и тепло. Плюс 6 в Бийске, 7 тепла в Белокурихе, 9 выше 0 в Рубцовске. В Барнауле малооблачно, ветер южный слабый, ночью до 8 мороза, днем до плюс 3. Напоминаю, телефон редакции 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи.